Время новостей. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Более 70 дорожно-транспортных происшествий произошло в столице за минувшие сутки. Один человек получил незначительные телесные повреждения. В департаменте полиции Нур-Султана просят водителей быть предельно внимательными, не превышать скорость и не оставлять автомобили вдоль дорог. Это мешает работе снегоуборочной техники. В противном случае транспортные средства, припаркованные в неустановленных местах, с помощью эвакуаторов будут доставляться на штрафные стоянки. К слову, неустойчивый характер погоды сегодня сохранится на большей части страны. Туман, гололед, метель ожидаются в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. Лишь на юго-западе и западе страны погода без осадков. В столице порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Между тем, в Шимкенте спасатели проверяют семейные общежития. Их в городе 10. Поводом для тотальной ревизии стала приближающаяся зима. Жители этих домов в основном используют газовые баллоны. Там нет центрального газоснабжения. Сотрудники ДЧС говорят, что пожарная обстановка в городе заметно ухудшилась. С начала года зарегистрировано более 160 возгораний. Ущерб оценивается в 200 миллионов тенге. Спасатели напомнили людям, что даже самая маленькая неисправность может обернуться большой трагедией. Количество пожаров за 9 месяцев этого года увеличилось на 28%. Статистика не радует. Даже случайно брошенная спичка может привести к трагедии. Сейчас мы проверяем, как люди соблюдают правила пожарной безопасности. Это тоже дает свой результат. Лишних рук в скорой помощи не бывает. Это волонтеры от РАУ. Помогают врачам не от ложки отрабатывать вызовы. Машин не хватает. Автопарк местной власти обновляли 4 года назад. Медиков часто критикуют население за опоздание. Но молодые люди, поработавшие в экстренных бригадах, поняли, что на это есть свои веские причины. Четвертая бригада. Ответьте центральной станции. Четвертая бригада. Ежедневно на пульт городской станции скорой помощи поступает более тысячи звонков. Из общего числа вызовов есть немалая часть необоснованных обращений граждан. Если человеку там просто плохо, там головная боль, они говорят, что сердцем плохо. Из-за этого повышается категория. Это вызов считается как первые необходимости. Бригады направляют туда, но там соответствующего заболевания нет. За 11 лет работы волонтером финансист в нефтяной сфере Арман Касымов привык ко всему. Не раз приходилось браться за носилки и тащить пациента непроходимую грязь. Убегать от собак, успокаивать беременных женщин. Всегда помогает медработникам и даже наводит порядок в машине скорой помощи. Моя задача – машину приготовить, внутри порядок навести. Потому что обычно с одного вызова выезжаю, и в машине бардак. То есть пациента в больницу отвезли, госпитализировали. Но пока мы его везли, бригада какие-то манипуляции проводила. И после этого часто бывает, что в машине рвотная масса, либо еще какие-то биоматериалы. Нагрузка за смену часто бывает такой, что ни о какой еде, чая, кофе в течение многих часов речи не идет. Машина сейчас с вызова выехала, мы стоим. Часто бывает именно вот этот момент снимает, и говорит, что скорая стоит, ничего не делает. Что сейчас они делают? Это просто все, что сейчас было, записывают, заносят в систему. Есть планшеты, и в эту планшету заносят. То есть прибытие, выезд, там оказана помощь, то есть все документы заполняют. Буквально две минуты, получим следующий вызов и дальше поедем. Температура до 39 градусов при нормальном самочувствии. Кашель, похмелье, болезни животных – это не повод вызывать скорую. В этих случаях врачи ничем не помогут. Отнимать время у бригады, в которой, возможно, нуждаются более тяжелые больные, непозволительно, считает фельдшер бригады скорой помощи Курала Искакова. Вечерняя смена начинается в 17.00. Работа продолжается до 9 утра. Вызовов бывает очень много. Неуспеваем и задерживаемся. Среди них есть и ложные вызовы. И это только усложняет нашу работу. Замедляет работу бригады, помимо нехватки транспорта, когда жители говорят неправильные адреса и не выходят навстречу. А порой даже ступает с ними в драку, находясь в алкогольном или наркотическом состоянии. В такие моменты не думаешь об оказании помощи ближнему, а скорее о своей безопасности. Следующий год в Казахстане объявлен годом волонтера. Арман Касымов надеется на положительные изменения. Я очень надеюсь, что в законодательство будут внесены соответствующие поправки, которые позволят волонтерам нашей республики заниматься не только благотворительностью, не только в тех сферах, в которых сейчас трудится огромное количество волонтеров, но и стать волонтерами-медиками. И в этом случае я уверен, что статус волонтеров тоже будет юридически закреплен. Врачи станции скорой помощи не так давно начали обучать школьников базовой реанимации. Помощи при кровотечениях, переломах и ушибах. Все это дают отработать на манекене. Занятия проходят в игровой форме. Акцент делается на то, что если рядом не окажется взрослых, то помощь пострадавшему можно оказать самому. И, возможно, тем самым спасти чью-то жизнь. В Боливии не стихают антиправительственные протесты. В нескольких городах страны полиция перешла на сторону митингующих. Данный факт подтвердил министр обороны страны Хавьер Савалета. Ряд СМИ пишут, что силовики пожимали руки гражданским и выкрикивали лозунги против президента Эва Моралеса. На фоне произошедшего в оборонном ведомстве заявили, что правительство больше не будет привлекать военных к обеспечению порядка во время массовых протестов. Напомню, люди вышли на улицы после оглашения результатов голосования на президентских выборах. 20 октября тогда победу одержал действующий глава государства, что вызвало недовольство среди жителей. За время акции и протеста в разных городах Боливии пострадали больше 380 человек. Между тем, по меньшей мере 30 человек получили ранения в результате ДТП в Германии. Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся. На момент инцидента в салоне авто находились около полусотни человек. Как сообщают местные СМИ, автобус следовал из Польши в немецкий Гамбург. Полицейские полагают, что авария произошла из-за столкновения с защитным ограждением. Участок трассы после происшествия был временно перекрыт. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На Бангладеш надвигается мощный циклон Бюль-Бюль. Из опасных районов продолжается эвакуация населения. 1 миллион 800 тысяч человек уже разместили во временных убежищах. Ожидается, что шторм обрушится на страну уже сегодня. Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, будет достигать 120 километров в час. В зоне риска оказался Сундарбан. Самый большой в мире мангровый лес и пристанище исчезающего вида бенгальских тигров. На проходящей в Женеве 34-й сессии рабочей группы универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека Казахстан защитил третий национальный доклад о выполнении международных обязательств в сфере защиты основных прав и свобод человека. В составе казахстанской делегации представители администрации президента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, рядом министерств и ведомств. Основной докладчик был министр юстиции Марат Бекитаев. Он отметил приверженность президента Хасамжумар Татакаева построению слышащего государства, готового к конструктивному диалогу с гражданским обществом. Делегации многих стран, членов ООН отметили прогресс Казахстана в законодательных, судебных, административных реформах, сохранении межэтнического согласия и внедрении принципов основных международных документов в сфере защиты прав человека. Особо отмечена важность гуманитарной акции ЖУСАН по возвращению наших граждан из Сирии. Ряд стран отметили необходимость изменить законодательство о профсоюзах по требованиям Международной организации труда, усилить поддержку НПО и пересмотреть законодательство по митингам. С момента последнего доклада, второго доклада четыре года назад, Казахстан ратифицировал две конвенции ООН по правам человека. Также все государства отметили новые инициативы нашего президента по созданию и развитию слышащего государства. Свыше 90 стран записались на выступления. Большинство из них отметили позитивные успехи Казахстана. Их рекомендации были даны в конструктивном ключе. Это укрепление института уполномоченного по правам человека, то есть его соответствие парижским принципам. Это присоединение ко второму факультативному протоколу, это по полной отмене смертной казни. Это и борьба с пытками, это и прежде всего для вас, журналистов, значит декриминализация этой статьи о кривите. Что они будут его переводить в административный кодекс. И прав женщин, прав детей несовершеннолетних, это и участие женщин в политической деятельности. Хотя я сегодня обратила внимание, что членов делегации было больше женщин, чем мужчин. Особенно в первой части фактически все делегации, опять же европейские делегации, отмечали позитивный момент создания НСОДА. И они считают, что вовлечение общества и создание слышащего государства, это даст большой импульс вперед к развитию Казахстана. Приданные невесты в национальном стиле все больше пользуются популярностью у зарубежных покупателей. Целые комплекты заказывают иностранные граждане у экибастузской предпринимательницы Гульперизат Утигуловой. Причем каждое изделие, сотворенное в руках мастерицы, уникально. Талантливая швея отражает в них историю ремесленнического народа Казахстана. В мастерской Гульперизат Утигуловой хоть и тесно, но размах творческой мысли безграничен. Казахские узоры рождаются буквально на лету. В руках мастерицы каждая курпешка или подушка становится настоящим шедевром. Порой одна такая вещь собирается из 300-400 маленьких частей. Чем сложнее работа, тем она интереснее покупателю. Людям нравятся насыщенные узорами вещи. Конечно, сложно их вышивать. Но что не сделаешь ради того, чтобы клиент остался доволен. Тем более делаем мы их универсальными и прочными к частой стирке. Это искусство передавалось из поколения в поколение. Настолько богатым и неповторимым казахские ремесленницы готовили приданное невесте. Так и желали богатства и благополучия, чтобы жизнь молодоженов была насыщена и красочна. Как эти узоры? Как эти узоры? Много заказов идут с России и Дагестана. Недавно вот в Германию комплект отправили. Отдыхать не приходится, рук даже не хватает. Я вот недавно родила ребенка, а приходится самой шить. Ну как клиенту откажешь? Они хотят, чтобы именно с моих рук исходил заказ. О собственной мастерской женщина мечтала давно. Четыре года назад выиграла грант на 250 тысяч тенге. Прикупила нужное оборудование. Местные власти помогли с помещением. Дело пошло. Я в инстаграме нашла ее этот аккаунт и очень заинтересовали ее узоры, ее цвета, подборка цветов. И когда я с ней состыковалась, говорю, подскажите, пожалуйста, как вы узоры, например, наклеиваете на материал? Потому что королевский велюр, перезад говорит, ну подойдите ко мне. Я говорю, как подойдите? Вы разве не на юге где-то? Он говорит, нет, я в Экипостузе. Я говорю, да вы что? И 19 микрорайон она назвала. Я к ней пришла. Она очень прям аккуратно все мне объяснила. Мне так прям это с того момента я дома тоже шью. Свои 33 года талантливая мастерица воспитывает шестерых детей. Причем двое прием. Бизнеса зарабатывает достаточно, чтобы содержать большую семью. Потихоньку уже приучает к швейному делу маленьких дочерей, чтобы передать традиционное ремесло новому поколению. Ярбул Амишев, Самат Аспанов, Марат Ивриков из Павловодарской области, Хабар, 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи вам. Хорошего воскресенья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова